Отношение подчиненного и Амира в чеченском обществе, это не то, что вот вы привыкли видеть в российской армии, где там генерал выстраивает подчиненных, ровнясь, смирно, кругом, шагом, марш, это неприемлемо. Басаев или там Гилаев, любой, кто бы, если бы вот так вот сказал что-то своим подчиненным, моментально послали бы. Я так понял, Басаев в 1991 году угнал военный российский самолет? Нет, конечно, это был не военный, это был пассажирский транспортный самолет, это был не Басаев, вообще изначально, как я говорю, эту операцию проводили вообще другие люди. Басаев просто был с ними. Но уже в процессе, когда самолет посадили в Турции, и была угроза штурма турецким спецназам, и начались переговоры. Вот в этот момент инициатива уже перешла в руки Басаева, то есть здесь вот он раскрылся как лидер, как человек, который... Вы понимаете, вот эта вот экстремальная ситуация, она выявляет вот этих лидеров, людей, которые трезво размышляют, не теряются. Они как моментальные, как будто коптер поднимают и начинают сверху это за всем этим наблюдать, как будто они не участники этих событий. Вот мы с вами как берем карту, открываем и начинаем рассуждать, да, вот отсюда, значит, идет наступление, там, вот артиллерия бьет российская, вот украинцы отсюда, хаймарсы там. Мы такие прям вот, ну легко как-то, удобно, да, на карте ты сидишь, и ты прям вот все перед собой видишь, и ты как будто бы, как будто бы ты можешь сейчас вот раз-раз стрелки прочертить, и, значит, вопрос там решить с этой войной. А вот они это делают, находясь там, непосредственно вот в этих условиях, когда вот сейчас может что-то прилететь, ты можешь погибнуть, вокруг тебя все полыхает, взрывается, пули летают. Экстремальная ситуация. Теряются. 99% людей теряются в такой ситуации. И вот эти вот единицы, которые не теряются, они наоборот, они как будто бы в этот момент обретают это спокойствие полное и начинают управлять. Вот, когда такие люди раскрываются, ты им отдаешь это сразу, ты понимаешь, что они, что ты не, что ты не можешь с ними тягаться, что они превосходят тебя. Ты моментально отдаешь им первенство, давай, чувак, я доверил тебе свою жизнь, управляй, а я готов идти за тобой, и, если надо, буду там жертвовать своей жизнью. Наши братья из Кизляра до сих пор думают, что Салман пришел с войной на Кизляр, проведи краткий ликберс Тумса. Смотрите, и Буденовский, и Кизляр, это события, которые очень близки друг к другу, они произошли там буквально через, ну, сначала был Буденовский, через некоторое время пришел Кизляр. И там, и там вообще не было, целью этих операций не было взятия там какого-то города или населенного пункта. Целью и той, и той операции было взятие какого-то объекта, и этот объект исключительно военный. Это диверсионная операция на территории врага. Как Шамиль Басаев попадает вообще в Буденовск, он вообще не был целью. Туда даже не ехали. Их по дороге останавливают, и сами российские власти, то есть гаишники, их везут в Буденовск для проверки. Типа, ну, вызвали подозрения. То есть, вот колонна ехавшая, она вызвала подозрения. И Басаев не собирался вообще в Буденовске ничего делать. То есть, их когда уже где-то там на дороге их перехватывают, разворачивают, везут их в Буденовск, и уже прибыв туда, в Буденовск, перед зданием РОВД, они вынужденно начинают военную операцию. И то же самое и с Салманом. Они тоже едут в Кизляр, чтобы напасть на эту военную часть. И они, кстати, по-моему, и напали на неё. Надо будет посмотреть эту хронологию. Я сейчас по Кизлярским событиям не помню, как это всё разворачивалось. Но факт, что вот это вот какое-то укрепление где-то со взятием заложников, это происходит уже при отступлении. То есть, проходит какая-то операция, и далее уже отступая где-то, значит, оседают в каком-то, на каком-то объекте. Берут заложников и говорят, так, всё, друзья, нас нужно теперь выпустить обратно. Условия, как вы понимаете, исключительно политические. Там нет никаких выкупов, там денег никто не требует. Все требуют вывод войск, коридор на территорию Чеченской Республики. Если с Будённовском этот коридор был дан, то с Первомайском они уже решили действовать по-другому. Ну, с Кизляром, то есть. И они заблокировали эту колонну. То есть, сначала сказали, да, окей, вот вам, значит, автобусы, садитесь, езжайте. А потом в станице Первомайское, она на границе находится с Чечнёй, там их заблокировали, и далее уже произошёл бой в этом селении. И наша, вот эта вот наша группа под командованием Салмана Радуева, они бойом пробили с Чечнёй. При этом со стороны Чечни в тыл российской армии ударила тоже наша группа. А село было взято вообще в тройное кольцо, чтобы понимали, там просто моха бы не пролетела. И благодаря тому, что в тыл был нанесён удар, и группа Салмана, в общем, они пробились боем. Я не понял. То есть, едет колонна вооружённых чеченцев, и какие-то гаишники их останавливают и везут в отдел для проверки. Они же могли их на месте расстрелять и поехать дальше. Да, именно так. Вот ты должен понимать, что они же не как чеченцы там под нашим флагом ехали. Это была замаскированная колонна под российскую колонну. И они, по-моему, типа груз-200 везли. Что-то такое. Это легенда у них была. То есть, впереди ехала машина российского ГАИ. С мигалкой, там, разукрашенная, как надо. И во главе этой колонны. И там несколько, значит, Уралов. Вот они едут. В какой-то... Они проезжают посты. Российский блок-посты, которые по всему там Кавказу напичканы на тот момент. Да, и сейчас они там есть. Проезжают все эти посты, как российская колонна. В какой-то момент, где-то там, уже в Ставропольском крае, у каких-то там гаишников это вызывает подозрение. Те связываются со своим начальством. Говорят, вот так колонна едет. Те говорят, а ну-ка, давайте их везите, мол, на проверку. И вот их подрезают. Поехали. Ну, эти, видимо, посоветовались какой-то, наверное, совещательный момент там выйти. Что делаем? Здесь этих валим. Но если бы они в каком-то пустыре, допустим, открыли бы огонь, то они бы сразу себя рассекретили. И уже туда подтянули бы всевозможные войска. То есть, грамотнее, конечно, было бы проследовать с ними в какой-то населенный пункт. И, соответственно, Шамиль так и поднял. В том числе, ты согласен, что война с Россией была очень большая глупость Дудаева? Ведь никаких шансов силами Чечни одолеть Россию не было. Просто отправил кучу чеченцев в месорубку, надо было вести переговоры. Конечно, не согласен. Это что за странная претензия. Если бы Дудаев напал на Россию, то, наверное, это было бы справедливое замечание. Если бы Дудаев отправил, как я говорил, из чеченцев, в Москву, на Москву, то можно было бы сказать, что он их в месорубку отправил. Но война пришла к нам. Вся эта война шла на территории Чечни, если что. Если вы не знаете об этом, малый. Российские войска вторглись в Чечню. Не чеченские войска вторглись в Россию, а российские в Чечню. То есть мы никуда никого не отправляли. Мы только вот у себя на нашей территории, на нашей земле, мы защищались. И чем здесь Дудаев? Вы так говорите, как будто не будет там Дудаев, этой войны бы не было. Как будто бы пришли к нам российские войска, и, допустим, там был бы не Дудаев, а какой-нибудь Мусаев. И у нас, вы что думаете, не было бы войны, что ли? Мы что, типа, мы из-за Дудаева, что ли, против них воевали? О чем говорить? Не важно, кто бы там был у руля. Кто бы не был, если бы к нам пришли войска, мы бы с ними воевали. И мы на протяжении нескольких этих столетий так себя вели, так воевали. Дудаева не было. Были другие. Имам Шамиль был, Шаих Пансур был. Байсангур до Каулу, при всех мы, когда к нам приходили, мы воевали. Но никогда не нападали. Никогда мы не шли там на Москву, на Питер или еще куда-нибудь. Мы всегда на своей территории. Вот пришел враг, мы отражаем эту атаку. Ушел, все, мы дальше не идем. Мы просто живем. И как только он снова к нам приходит, мы опять с ним сражаемся, отражая атаку. Так он мог бы догадаться, что со второй армией мира лучше договориться, чем воевать? Друзья, да. Когда тебе... Когда у тебя противостояние находится в состоянии такого договора, когда ты можешь о чем-то говорить, вот вы перебрасываетесь какими-то там словами, да, на этом этапе, да. Но если вот не прошли никакие договоры, Джохар пытался связаться с Ельцином, ему не давали. То есть не идет Российская Федерация на какие-то контакты вообще. И вторгается с войной. Вот в этой ситуации как должен был себя повестить Джохар? Как он должен договориться? С тобой никто не договаривается. Тебя сверху бомбят, бомбит авиация, значит, артиллерия долбит, идут какие-то попытки штурма, танки в твоем городе. Что должен сделать Джохар? Как он должен договориться? Вы еще много... Мне кажется, вы не понимаете, что... Вот Джохар, допустим, вот чего он точно не мог бы сделать? Он не мог сказать, так, сдаемся. Вторая армия мира, мы не справимся, сдаемся. Он не мог этого сказать. Сказал бы такой Джохар, его бы из Рескома вышвырнули бы к этой армии, второй армии мира, которую он испугался. Кто бы это сделал? Чеченский народ. Вы что думаете? Вот эти вот мужчины, которые сражались достойно, отдавали свои жизни, они позволили бы командовать собой, быть своим президентом тому, кто подобное скажет? Никогда бы не позволили. Это вот возврат к нашему прошлому эфиру, то есть я вам говорил, вот отношения подчиненного и амира в чеченском обществе, это не то, что вот вы привыкли видеть в российской армии, где там генерал выстраивает подчиненных, равняясь, смирно, кругом, шагом, марш, это неприемлемо. Басаев или там Гелаев, любой, кто бы, если бы вот так вот сказал что-то своим подчиненным, моментально послали бы. Но зато эти люди, которые послали бы того, кто им это говорит, равняясь, смирно, они, следуя за этим человеком, под его командованием, шли, отдавали свои жизни. Потому что уважение, вот уважение у нас оно не такое, равняясь, смирно, это не уважение. А братья, мы должны сейчас пойти и отдать свои жизни, вот это уважение. И эти люди говорят, да, мы пойдем и отдадим жизни, а ты управляй нами. Поэтому у Джохара с подчиненными такие же отношения. И он не мог им сказать, так мы должны сейчас сдаться. Ему бы очень быстро указали, что он не достоин управлять народом, который хочет свободы. Но Джохар никогда такого бы и не сказал. Это мы просто сейчас, отвечая на тот вопрос, типа моделируем. Джохар не тот был человек, кто сказал бы про сдачу Джохара, когда ему как раз задали этот вопрос, сказали, может быть надо, типа, сказать, предложить сдаться. Он сказал, я никогда такого не скажу, я скажу сражаться до последнего чеченца. За это мы его и любили, за это он и был нашим президентом, нашим лидером. Потому что он бы ни в коем случае не позволил бы даже представить, что чеченцы сдадутся. Вот это вот положение Кадырова, когда он как щенок провинившийся, сидит перед Путиным, Джохар бы никогда не позволил бы подобного. Никогда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok